привез очередную партию растишек ну пусть лучше уже здесь стоят и как-то здесь растут ну вот эти вот более-менее у меня выглядит стояли на подоконнике у меня в первой партии можно было заметить что они немножко так побаливают выглядит как бы так невзрачненькая да ну как вот допустим здесь видите свесил свои листочки ну в общем попытаюсь компенсировать то что у меня в некоторых стаканчиков по 2 черенка некоторые я укоренял просто в воде потом пересаживал стаканчики кроме как вот этого здесь я непосредственно значит черенки просто голую черенки посадил в землю и вот они так у меня в земле и сидят то таким способом пытаясь размножить то что у меня дальше пойдет на живую изгородь я вчера здесь ковырялся и в общем обнаружил практически на самом верху уже росточек от картофеля в общем по всей видимости картофель еще наверное в течение недели наверно точно взойдет так ну и конечно хочу вам показать на скорость тех процессов которые происходят здесь у нас в почве вот я вчера проходил и говорил что у меня здесь всего несколько видно сидиратов которые у меня вышли из земли если вот присмотреться на то они смотрите в каком количестве буквально какие-то сутки вот и они у меня начинают вылазить я вчера просто-напросто здесь сковырнул вот в этой части вот здесь вот я попытался посмотреть сколько метан червей но сейчас покажу вот смотрите я вчера конечно был сильно удивлен и поражен когда перевернул вот этот вот пласт где обнаружил очень много червяков смотрите вот они видите не видно это еще не то количество которое я обнаружил вчера когда все это перевернул вот они они там да вот смотрите сколько он просто жесть и конечно не может это не радовать что в этой грядке столько червяков так получается что у меня в этой грядке много червей здесь я насколько мог допустим поковыряться я их не видел но я подозреваю что они там тоже есть и на они находятся в более глубоких слоях здесь я уже не копая но когда буду перекапывать я обнаружил это все старые грядки последние грядки которые язык закладывал это вот это вот здесь сколько я не ковырялся я пока что не обнаружил червяков но это дело времени ну вот я потом те которые у меня вырастут будет лишние я потом их принесу и заселю в эту грядку а вот в этой грядке в этой в этой здесь очень много этих червей не они перерабатывают вот то органическое вещество которое там поступает видите смотрите за сутки буквально как все как говорится выросла да вот и горчица конечно рулит она очень быстро сходит вот и потом когда вы ее перекопаете это будет легкие свободные питательные элементы легкий до легкий доступный азот в общем все что в зеленой массе быстро разлагается на это все в доступной форме она перейдет растения до для начального старта а вот органическое вещество другое в виде навоза но немножко будет дольше перерабатываться поэтому чтобы высвободились эти вещества нужно какое-то время соответственно и комбинирование зеленых удобрений с обычным удобрения органические это самое на лучшее вариант когда вы вносите на тяну или допустим пролив тем же самым жидким навозом тоже тот же самый эффект будет не понравилась синица она сейчас вот в том синичнике ну как бы долбила леток отверстия расширяла скорее всего отверстия может быть самцу это или самки может быть маленькая ну делается это для того допустим определенного размера леток чтобы другие птицы не претендовали на допустим на это место если я сделаю чуть побольше то начинает уже прилетать воробьи которые являются прямыми конкурентами и которые немножко сильнее из-за их клюва чем допустим та же самая синица вот а если еще больше сделать леток то пролетит скворец он является ну чуть ли не хищником более сильная птица ну вот ну и провоцирует проникновение туда всяких разных грызунов белок и так далее которые могут повредить или уничтожить все потомство птиц смотрите на груши какие почки просто пипец я вижу что у меня закончили семечки нужно наверно сейчас вытащить семки до засыпать синицам пусть питается сегодня так не очень неважно себе чувствую наверное вряд ли что-нибудь поделаю такое фундаментальное вот наверное что мне легкое может быть сделано вообще я думал наверно сегодня покосить но не знаю в общем я забыл свою эту свои аккумуляторы вот а без них конечно не могу ничего сделать хотя у мне травы не так много но скосить уже нужно потому что она ведь и растет как пучками ну вот и жду пока будет совсем совсем тепло чтобы можно будет потеять семена она его может быть уже среди недели можно будет это сделать нужно только скосить и тогда внести семена но принес друзья для того чтобы рассадить или распекировать свою чудо рассаду но вот здесь вот у меня два сладких перца а здесь ничего не получилось сейчас эту землю просто нам просто высыплю не смешаю с другой в общем не знаю наверное все таки использую два сладких перца ну во всякий случай у меня там один остался а этот какой-то безымянный не знаю что за сорта в общем это и посмотрю что там у меня по этим по томатам наверно поставлю на замачивание в этот раз так ну вот в общем я распекировал мои сладкие перцы 2 оставил и еще сейчас принесу домой короче поставлю на промачивание замачивание семен здесь три сорта в общем это воловье уши данку и медовый спас в общем три сорта это средние спелые и средне поздний вот